Вновь представляется школьник Евгении Олеговне, старшего научного сотрудника Государственного музея-заповедника в Горке Ленинской. Ленин и Религия. Приготовиться школьнику Ленину Пиловичу. Ленин дал такой мощный революционный толчок, что какие бы работы мы не врали, к каким бы темам мы не обращались, это всегда будет очень важно и актуально для нашего времени. Когда началась Октябрьская революция, Ленин уже был сложившимся атеистом и в 1922 году в анкете для всероссийской перевеси членов РКПБ Ленин на вопрос «Если вы не верующий, то с какого возраста?» ответил в 16-ти лет. Вспомнил, что Лев Толстой снял себя в крест 15-ти лет. В семье Ульяновых отец был глубоко верующим человеком и дети, будучи маленькими, еще были за ним. Но как только они подросли и отказались ходить в церковь, то никаким репрессиям они не подвергались и никакие уговоры на них не вернулись. По словам Дмитрия Ильича, мать Ленина к концу жизни стала совершенно неверующей и говорила ему, что все попы брут. Как так было? Обязательные крестные ходы, обязательные церковные праздники. И при этом, как любая идеология, церковь себя защищала и защищала очень агрессивно. По закону за фулу на Святого Духа, Богородицу, если сумма каторга до 15 лет, если будет доказано, что без умысла, каторга от 6 до 8 лет. И Ленин был защитником одного крестьянина, Федора Олимпова, это было в Самаре, в 1892 году, который в пьяном виде вошел в поколению лавку, ну и широко так обругал всех, кого узнал. Николая Уходника, ну, кто подруг попался. Ему отгрозила каторга от 6 до 8 лет. До нас не дошел текст, защитительные речи, но результатом было то, что этот крестьянин получил только год отсидки в тюрьме. Вот если вы мне покажете, тогда в то время покажете Коран, а я пойду на вас донесу и скажу, что вы меня агитировали из православия в мусульманство, то это тоже каторга, лишение имущества, отлучение от детей. Вот такая была церковь, она не была ни белой, ни пушистой. И всем известно, что привыкла она поощрять власть, служить этой власти. И как Петр Первый приказал ей, объяснил ей, что царь выше Бога, так она, в общем-то, и не сопротивлялась. Хорошо, очень вписалась во все. Февральскую революцию церковь встретила на ура. Открестилась от царя очень быстро. Забросала временное правительство поздравительными телеграммами. А вот октябрь не приняла. Почему? Да потому что февральская революция не тронула корневых основ. А вот октябрьская революция, чего стоит один декрет о земле, нанесла мощную дарку частно-собственничеству и стилуту в каждого человека. После октября церковь лишается монастырских земель, они были национализированы, лишаются своих привилегий. И что оказалось? Оказалось, что без всех этих богатств и сокровищ Богу служить, ну, совершенно никакой возможности нет. Церковь становится на сторону белого движения. Это тоже известный факт. Тысяча священнослужителей только у Деникина было. Ну, как сам Деникин признавался, никакого толку о церкви, о церковниках уже не было. Да. И тем, что поддерживал церковь войну, тоже вот после февраля, она этим тоже себя очень дискредитировала. Все первые декреты советской власти, с одной стороны, притесняются, а с другой стороны, ведь очевидно, они ее освобождают для того, что она провозглашает основные для себя, то есть для служения Господу, для того, чтобы нести людям духовность, удовлетворять духовные потребности. Ну, очевидно, что это было не так, это было только декларацией. Очень интересен был инцидент и показательный инцидент церкви с советской властью в 1922 году. Когда в 1921 году был сильнейший голод в Поможье, то помощь всех стран оказалась недостаточной. И советское государство сначала прибегает к изъятию многих важных предметов и музейного значения, как продажи, а потом и к изъятию церковных ценностей. Это декрет 1922 года. И что же здесь происходит? Церковь встает на защиту своих сокровищ. А там было очень много накоплено еще с царских времен. Настраивалось паство, говорилось, что все, что большевики соберут, вот это пойдет на золотые зубы коммунистам, и на то, чтобы они благополучно отправились за границу на хорошую жизнь коммунистов. Устраивались демонстрации, бойкотировался этот декрет. Были случаи, когда убивались милиционеры, и был устроен показательный процесс с расстрелом духовенства, участвующего в этих антиправительственных действиях. И еще в 1922 году происходит такое интересное явление, как появление расколов в самой же православной церкви. Вот этот декрет об изъятии церковных ценностей привел к тому, что в церкви образовалась очень сильная оппозиция. Они объявили себя как обновленцы, живая церковь, но обновленческое движение еще с 1905 года зарождалось, а уже в 1917 году были такие церковники, которые говорили, что большевики — это и есть продолжатели дела Христа, потому что они пытаются внедрить все заветы Христа в жизнь, а не отделить землю от неба, и все это очень практично, и все это как раз то, что и нужно. Конституция 18-го года, уже спешу, скажите мне, сколько, чтобы я ориентировала? Одна минута. Конституция 18-го года, первая Конституция, имела такое очень важное положение, как «не работающий, да не ест». Вы знаете, наверное, что это перекликается вторым посланием к фессалоникийцам апостола Павла. То есть он буквально то же самое, что и говорил апостол Павел. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. И церковь должна была ликовать на самом деле, где еще, в каком государстве, в какой Конституции это было установлено. Ну, вот такой конфликт. Позднее патриарх признается в своей лояльности к советской власти. Советское государство было атеистическим государством, потому что это было тоже настоятельной потребностью времени. Религии были уже недостаточны. Они не отвечали за вопросом людей. Все религии как бы вливаются, находят там тихо в советском государстве свое место. Атеистическая пропаганда велась активно. Ленин всегда говорил о том, что проводить ее надо очень деликатно. Мне нравятся его фразы. Когда он читал Эпикура, он встретил у Эпикура сравнение души с собранием атомов. И Ленин сказал, что это гениальная догадка, но это материал для работы науки, а не поповщины. Вы понимаете, природа души – это такая же природа, как и природа эмоций, и природа ума. То есть она требует усилий, чтобы развиваться. Условий и усилий. И все советские условия жизни в виде справедливости, идеи братства, равенства, то есть все то, на чем советский человек рос, вот это и было необходимым условием для развития в нем высокой природы. Если церковь была ужасной до 17-го года, не вызывала уважения, то сейчас она просто омерзительна в своем откровенном служении богатства. После советского периода, когда люди практически научились через служение, через забвение своего маленького «я» эгоистичного, через любовь, брак по любви, работу по творчеству, через все эти высокие состояния, человек накапливал эту природу души, развивал ее. Так же, как надо читать книги, надо учиться, чтобы развивать природу ума. И дальше вот я хотела бы сказать, что нам очень осознанно надо подойти к тому, на чем мы можем объединяться. Ведь, понимаете, инстинкт частного собственника у рабочего, да, у рабочего может быть очень сильным, очень. Меру денег можно принадлежать не в качестве богатого человека-миллионера, а можно принадлежать и в качестве раба. Поэтому вот отношение к религии, отношение к вопросам духовности – это отношение к частной собственности, к этому инстинкту, животному инстинкту, который благодаря советским условиям, повторяю, преображался, одухотворялся. И вернуть нам советское надо именно для этой цели. И объединять мы должны не бедных, которые хотят стать богатыми. Вот это очень надо хорошо понимать, осторожно к этому подходить. А людей, имеющих элемент советского сознания, вот эту душу, совесть, как угодно, который обязательно должен, имеет потребность развивать ее, и он будет прилагать усилия, он будет жертвовать многим ради того, чтобы вернуть это условие. Только в них он и может существовать. Вот это вопрос объединения актуальности. Дорогие товарищи, Ленинский комитет – это общественная организация, которая существует уже 10 лет, просила меня обратиться к уважаемой аудитории с тем, чтобы все желающие могли дать свои координаты. Ленинский комитет занимается сохранением ленинского наследия, пропагандой ленинских идей, чтобы у нас было больше, мы могли объединяться. Пожалуйста, вот ко мне потом какие-то свои электронные адреса и телефон. Кто же расставляется Леонид Ильичу Школьникову, секретарю-координатору?